Новоиспеченный советник президента Порошенко Михаил Саакашвили приступил к работе и занялся тем, что у него получается лучше всего. Он поехал в Вашингтон просить оружие и военные поставки для Украины. Прилетевший вместе с Саакашвили вице-спикер Рады Порубий уже объявил, что отправил Обаме целый список необходимого Украине оружия. Из США репортаж Валентина Богданова. Киевские ходоки за американским оружием на пути через Атлантику предпочитают не отклоняться от протаренного маршрута. Вот и вице-спикер Рады Андрей Порубий первую остановку сделал в Канаде, откуда и вышел Фейсбук. Украинцы сегодня защищают весь цивилизованный мир. Путина остановит только сила. Украине необходимо высокоточное современное оружие. Коллективные фото в заграничных интерьерах тоже часть жанра, но есть и отличия. Порубия сопровождает спутник. Михаил Саакашвили буквально светится от счастья на своей страничке. Столько лет забвения и вот снова открываются двери вашингтонских кабинетов. От волнения профессиональный проситель с богатым опытом даже перепутал фамилию хозяина одного из них. Автора закона магнитского сенатора Кардина прозвал Кардинабом. В студию, как Порубия, правда, не позвали. Я буду видеться с людьми, которые имеют непосредственное отношение к принятию решений. Буквально из этой студии я еду на встречу с большим другом Украины Маккейном. Я буду видеться с Нуланд, с главой палаты представителей. Увижусь с представителями Пентагона. Я привез согласованный список того оружия, которое сегодня необходимо Украине. Огласить весь список Порубий отказался, но и то, что озвучил большому другу Украины и не меньшему американского ВПК, наверняка пришлось по душе. И беспилотники, и радары, и противотанковые комплексы «Джавелин», про которые сам Маккейн говорит не переставая. На встрече Порубий что-то вертел в руках. Может опять фотографии российских войск, вроде подделок, которые всучил сенатору Инхову комбат Семенченко. Хотя даже такие теперь ни к чему. На слушаниях в Сенате госсекретарь Керри легко обходится и без формальных доказательств. Вы согласны с тем, что когда Россия говорит об отсутствии российских вооружений и солдат на Украине, она лжет? Да. А зачем они это делают? Вы меня спрашиваете? Россия сейчас ведет такую откровенную пропаганду, которой не было даже на пике холодной войны. Военное оборудование высочайшего класса на 118 миллионов долларов, поставку которого Украине Керри следом подтвердил, это, конечно, из другой исторической эпохи, к холодной войне отношения не имеющей. И да, ни нынешняя киевская власть, которой США своим посредничеством, и это признано Обамой, помогли таковой стать, а воспротивившиеся этому ополченцы оказываются не самостоятельны в своих действиях. Обвинять госсекретарь продолжил на слушаниях следом. Сепаратисты на Украине, на наш взгляд, фактически являются дополнением российской армии, инструментом государственной мощи России. В Лондоне готовы пойти еще дальше. Мы готовы предоставить Украине военное оборудование, это приборы ночного видения и бронежилеты. В следующем месяце мы собираемся отправить британских военных инструкторов, которые будут проводить тренинги по тактической разведке и логистике. Воинственные заявления англосаксонского мира, словно палки в колеса Европы, звучат сразу после переговоров министров иностранных дел нормандской четверки в Париже. Там как раз приветствовали отвод вооружений, начатый ополчением. В целом удовлетворены работой наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, по гранд-перекодах Донецк и Гуково. Они фиксируют реальное положение дел с беженцами и, вопреки домыслам, подтверждают отсутствие перемещений российских войск. Не видим необходимости в предложениях о распространении их мандата на весь Донецко-Луганский участок российско-украинской границы. Фальшивыми перемещениями российской техники через нее на самом деле заведует целый пропагандистский аппарат. Размах его работы с приступом паранойи сравнивает известный политолог Пол Крейг Роберт в своей статье «Вашингтон возродил угрозу ядерной войны шагами к миру, не назвать и действия Пентагона». В рамках так называемого военного набора для национальной безопасности оборонное ведомство США приступает к активному поиску говорящих по-украински. Американское гражданство рекрутам не требуется. Вообще-то этот иностранный легион под аббревиатурой «Мавни» должны были прикрыть, но в конце прошлого года программу неожиданно или ожидаемо продлили.